Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, о чём могло бы говорить поведение женатого взрослого мужчины к женщине несвободной. В сетсетях не спешит увидеть фото, на написанное смс отвечает коротко. Холодно, когда видится, то обязательно улыбается, глазосвыркает, обязательно сказа 4. По работе, например, что не особо её касается. Иногда теряется в словах, даже забывая их, стоит и думает, что ты хотел сказать. Я знаю, человек меняется, когда видит девочку, но почему он игнорирует смс и добровольные встречи не ищет? Со стороны, как такое смотрится? Что вы можете сказать? Это специальный игнор или что? Вообще, такие вопросы, они встречаются, на самом деле, нередко в практике. Такого рода вопросы, да, встречаются достаточно часто. Вот. И как бы всегда подобные вопросы вызывают такой, знаете, встречный вопрос. Если девушка не свободна, эта девушка скорее всего вы автор. Вопрос, да? Вот. Так вот, если девушка не свободна, если девушка не свободна, то почему её волнует вот эта история с этим мужчиной? Мужиной, судя по тому, что вы описываете тоже не свободным, так же как и вы. Вот. Понимаете, если человек в отношениях счастлив, вот, если человек счастлив в отношениях, то ему как-то, на мой взгляд, не особо будет интересна вот эта вот вся ситуация. Понимаете? В чём дело? Вот. А вам? Вам эта ситуация почему-то интересна? И вот это вопрос, на который нужно в первую очередь найти ответ. Дальше. Как это смотрится? Если говорить о том, как это смотрится, то я бы, наверное, в первую очередь сказал бы, что смотрится это так, что человек себя пытается как будто бы обезопасить. Вот. То есть он пытается сделать пак, он пытается пакую модель поведения продвигать. Чтобы максимально ему было комфортно. Я имею ввиду человеку. Человеку. Вот. Это не хорошо и не плохо, как мне кажется. Вот. Мне кажется, что это абсолютно нормальная такая модель поведения. вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой Как бы, что девушка хочет в этой ситуации? Ну, сама девушка что хочет в этой ситуации? вот. Вот. Если она хочет с этим человеком сближаться, то, ну, может сама искать встречи. Если он ей симпатичен, то она может сама себя проявлять. вот. Если он как бы, если он ей не симпатичен, то не нужно себя проявлять. то есть в этой ситуации, в этом смысле здесь все довольно, довольно просто, как вы понимаете. Вот. И более мужчина женат. Вот. Очень часто бывают такие, такие, такие истории, очень часто бывают такие ситуации, когда у человека в отношениях есть какие-то, определенные, скажем так, проблемы. Да? Вот. Ну, так вот. Получается, например, в браке есть проблемы, например, как-то вот, ну, как-то вот вот в отношениях, есть какие-то сложности, сложности. Вот. И человек предпочитает их не решать. То есть, люди предпочитают не решать свои проблемы. Люди предпочитают искать, ну, на стороне, скажем так, отвлечения. вот. Вот. То есть, человек хочет отвлечь. Вот. И вот как бы эта ситуация, она в этом смысле очень похожа как раз на то, что мужчина пытается отвлечь вот. 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 Он просто пытается отвлечь от своих проблем в этой ситуации. И всё. Потому что, ну, вы же понимаете, что будь, будь там что-то, что-то серьёзное, будь там что-то, что-то серьёзное, будь там что-то, ну, такое вот по-настоящему Ну, по-настоящему важное для человека, вряд ли он не пытался бы сблизиться, а человек не пытается сблизиться. Вот, понимаете, какая штука, то есть ему это вот как-то не надо, ему не надо сближаться с вами, вот, его, его в этом смысле, вот, как бы устраивает всё, ему не нужно, не нужно ничего, вот, понимаете, да? Поэтому, конечно, я бы в этом смысле делал бы акцент больше, именно, именно на том, вот, что вам как-то самой интересно, да, что вам самой нужно и какие у вас, у самой, скажем так, как, ну, ну, приоритет, понимаете, потому что, если у вас приоритет, там, условно говоря, развлечься, да, если у вас приоритет, условно говоря, хорошо провести время, если у вас приоритет, условно говоря, просто, ну, скажем так, получить удовольствие, ну, вот, то, это одно, если у вас цель немножко другая, вот, например, ваша цель, там, допустим, ну, серьёзные отношения, да, если вы хотите, вот, чего-то такого, то, ну, наверное, этот человек, конкретно этот человек вам не подходит, скорее всего, вот, потому что у него, ну, вот, как мы можем видеть, да, у него планы немного другие, вот, совсем другие у него планы. И опять же, в подобном поведении ничего, ничего, ну, ничего дурного нет. Это неплохо, это не преступление какое-то, вот. Просто в определенной степени это вызов. Вот. В определенной степени это вызов именно для вас. И что вы будете делать с этим вызовом, как вы, допустим, будете на него откликаться, на этот вызов. Вот это то, что, как мне кажется, по-настоящему важно. Вот такой ответ я мог бы вам сейчас с точки зрения психологии предложить. Конечно, это смотрится как игра, вот. Сложно представить, например, что человек, на самом деле, будет стесняться. Сложно представить. Конечно, ну, конечно, такое может быть. Вот. То есть, ну, отрицать подобное не стоит. То есть, можно предположить, что человек действительно как-то вот тяготеет к вам. Можно предположить, что человеку внезапно вы настолько понравились, что вот он так себя с вами ведет. Вот. Можно предположить. Но вопрос заключается немножечко в другом. Вопрос заключается в том, что если, если я, если я чувствую, что ты мне нравишься, а я при этом нахожусь в отношениях с, ну, с другим уже партнером, да, то, ну, наверное, это означает, что мой текущий партнер меня устраивает не очень, не очень. Вот. И, соответственно, не означает ли это в таком случае того, что мне нужно заканчивать отношения. Вот какая штука. Понимаете? Вот какой, на какой момент нужно обращать внимание здесь. Ну, в этой ситуации. Поэтому, если мужчина, несмотря на то, что у него к вам там действительно могут быть чувства и так далее, вот, если мужчина, несмотря на все это продолжает, продолжает находиться в отношениях, если мужчина, несмотря на все это продолжает находиться в своих отношениях, а равно как и вы, продолжает находиться в своих отношениях, то это, на мой взгляд, ставит под серьезный запрос в природу ваших, ну, ваших чувств к человеку. Вот. Потому что если мы любим, если мы любим, если мы если мы хотим быть с кем-то, если мы хотим выстраивать отношения, вот, то, на мой взгляд, мы в любом случае, если я понимаю, да, что я влюбился, если я понимаю, что там, ну, словно говоря, если у меня какой-то объект в новой эмпатии, вот, то, ну, наверное, я все-таки отношения с предыдущим партнером в любом случае закончил. Извращение. Извращение к себе. И извращение к партнеру. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok